Заменены потолки, линолеум, отопительная система и сантехника. Стены оштукатурены и покрашены. Отремонтирована входная группа, установлен современный УЗИ-аппарат. В Корсунской районной больнице открылась обновленная детская консультация. Раньше отделение было не совсем комфортное, уютное. Было блекло, немного красок. Сейчас детское отделение преобразилось. Детям и нам, родителям, очень нравится. Современно, комфортно, ярко. В коридорах телевизоры, красочные диваны, игрушки. В поликлинике сделано все для того, чтобы малыши чувствовали себя максимально комфортно в стенах лечебного заведения. Ремонтные работы нашей детской консультации были проведены в рамках национального проекта программ развития детского здравоохранения. Проведены ремонтные работы. Были в течение трех месяцев, в 2019 году. Кроме Корсуна, детские консультации отремонтированы в Николаевской, Маинской, Радищевской и Теренгульской районных больницах. В Инзии и Барыше работы продолжаются. Также область будет активно закупать мобильные медицинские комплексы. В прошлом году в регионе появился один новый офис врача общей практики и пять фельдшерско-акушерских пунктов. В планах на текущий год ремонт 15 фапов. В селе Бекетовка фундамент предстоящих работ уже заложен. Ремонтные работы проводились косметического характера. Учреждения мы старались поддерживать фап в надлежащем состоянии и по возможности его модернизировать. В 2015 году, как только пришел газ сюда в село, мы заменили дровяное отопление, это фалпаногазовое отопление. Кадры решают все. Постепенно исправляется ситуация и в этом направлении. Только в Вишкаемском районе 16 из 17 фельдшерско-акушерских пунктов укомплектованы медицинским персоналом. Специалисты отмечают приток кадров и результат программ «Земская медсестра» и «Земский фельдшер». Получаю ежегодно выплаты, согласно как молодой специалиста, 20 тысяч, 40 тысяч, 60 тысяч. Также ежемесячно по 1000 рублей от администрации. Выделяется тоже финансовая поддержка в плане съема жилья. Структурировать имеющиеся проблемы медучреждений и выявить узкие места, нуждающиеся в скорейшем реагировании. Глава региона до 1 марта получил ФАПом подготовить полную информацию о том, какие работы для приведения медучреждений в порядок должны быть выполнены в первую очередь. Губернатор обозначил основные направления развития. В первую очередь, чтобы понять причины недовольства населения региональным здравоохранением, необходимо выстроить четкую работу с обращениями людей, решить вопрос транспортной доступности и медицинских организаций. Всего до 2025 года планируется привести в нормативное состояние 86 объектов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, построить 28 ФАПов, офис врача общей практики и, наконец-то, решить кадровый вопрос. Павел Патриков, Алексей Слипченко, репортер 73.